Ну вот это баллоны. Душные, одноразовые. Чего бы не сделали. Принесли, сделали. Вот эти, конечно, сделали. Материалы в основном свои, потому что уже там металлом не пользовались. Валерий Захаров переехал в Раменске в 1991 году. Дворик возле дома номер 13 по улице Коминтерна был в плачевном состоянии. Как человек неравнодушный ко всему окружающему, Валерий начал с озеленения дворовой территории. Соседка купила каштаны. Каштанчики, кстати. Соседнего двора. Хотел посадить в своем дворе. А двор воспротивился, не захотел. Ну, и стоит плачет, говорит, что делать. Я говорю, ну давай я его тебе возьму и куплю, посажу сюда. Посадил, потом началось сажать цветы, кусты, плодовые, ягодные, плодовые кусты, там деревья все. Вот, и потом думаю, а надо чем-то украсить, попробуем, чтобы покрасившись. Все-таки со сваркой работаешь. Ну и начал приготовить. Первым делом сначала сделал ломантик. Вот там конек есть, и морской конек, и рыбка. Валерий вот уже 30 лет работает сварщиком. Решил проявить себя в творчестве. Из привычных материалов создал интересные экспонаты. Например, миньонов из баллонов, скорпиончика из труб и переходников. Вы раньше когда-то этим увлекались? Я рисовал, очертил неплохо. Вот, а тут железки, все-таки работаю 30 лет почти с железом. Посмотрел тут одну вещь, принесли шестеремка, а что из нее может получиться? Вот это, ох, дай попробую. Попробовал, получилось. Ну, втянулся, пошло. А потом хочется, чтобы во дворе было красивше, поинтереснее, для детишек было поприятнее. Не только на негатив на это смотреть, положительные какие-то эмоции должны же быть у детишек. Вот, потом сначала жильцы как бы с подозрением ко всему этому относились, косились. Мужчин вообще чуть заняться, что больше нечем. Потом потихоньку, потихоньку смотрю, тоже стали привыкать. Жителям красота понравилась. Постоянно интересуется у Валерия, когда появится что-нибудь новенькое. Творчество. Мне это нравится. И дети с удовольствием здесь бегают, катаются. Вот мне нравится вот этот самоварчик. Да, самоварчик нравится. Это все его дело. Помогали бы мы ему, не то чтобы, а вот чуть-чуть. Самое надежное – это железо. Ну, вот железо. На работе, правда, когда в свободное время выпадает, занимаюсь. Это когда перерыв на обед, там, или вечерком немножко задерживаешься, делаешь. Потому что в рабочее время не дают ребятам, потому что пыль, грязь, все это мешается. Вот. Вот этот орел вчетвером ставили его на место. Сколько потратили времени на этого орла? Очень много. Там каждая перышко отдельно вырезалась. Ну, так вот, чтобы люди могли иметь представление. Ну, не меньше двух с половиной недель – это точно. Вот. Сначала ругались, потому что, ну, пыль много летит. Потом, когда сделал, такая красотища. Начальник посмотрел, говорит, слышишь, ты мне такого сделай. Валерий не любит работать по заказу, только бескорыстный от души. Тогда и получаются настоящие шедевры. Вот этот любит у нас во дворе вот эту вещь. Кудучок, да? Да, очень любит его. Даже детишки приходят, а что там есть внутри? Ну, открываешь им, показываешь. А что там внутри? Ну, вообще, это мангал. А вот, но пользоваться им как бы особо нельзя, потому что в городе с черта города. Ну, со секретом, короче говоря, получается он такой. Взрослые детишки и Валерийну идею подхватили. Принесли сюда кучу игрушек и бережно относятся к любимому дворику, где все можно потрогать, залезть на велосипед и попасть в гости к мухе-цокотухе. Они так относятся уже с любовью. Они уже защищают двор. Дело в том, что кто-то, если приходит, начинает тут хулиганить, там, лечет что-то, они уже сразу отдергивают. Ребята, не надо. Это у нас двор, наш двор. Давайте самый покультурный. Вот. А так, в принципе, все вот эти игрушки всеми можно пользоваться. Всем до сего разрешается затрагиваться. Это не музей. Хотите потрогать? Ради бога. Вот. Велосипед, который сваривал, тоже. Дети постоянно залазят, на него фотографируются. Им интересно педальки-то покрутить. Вот. Такие вот вещи. Во дворе Валерий посадил фруктовые деревья, чтобы летом побаловать ребятишек. Ольга Скрябина, Андрей Пластунов и Елизавета Скрябина для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова